Служба под водой у Могилёве на базе 188-й гвардейской инженерной бригады створены отдельные у республицы курсы по подрихтовке военных водолазов. Курсанты – призывники терминовой службы из всех областей Беларуси. Дарыши выпускниками курсов уже стали больше за десяток молодых людей. На занятки для водолазов завитали и наши корреспонденты. Штрахующий водолаз сигнал дублировал. Приступил к выполнению работы. Зараз там под водой водолаз подает сигнал, он начинает выполнять поставленную задачу. Распиловка древа на глубине около трех метров. У всех эти молодые люди – призывники терминовой службы, которые прошли жорсткий медицинский отбор. Соправдный водоем и профессийное обсталявание. Практичные занятки максимально наближены до реальных умов. Как слышу? У меня страхующий прием. Слышу хорошо, прием. Самочувствие прием? Самочувствие хорошо. Водолазы, когда ушли на дно, ориентирования у них нет. Они не видят, куда идут. И первоначально мы даем команду и идем прямо. Водолаз идет прямо, мы видим, куда идет направление, останавливаем. И под другим звуковым сигналом выводим их в указанную точку. Это нужно для скрытого перемещения водолаза под водой, для того, чтобы произвести непосредственно боевую задачу. Я, в принципе, знал свою задачу, что я иду пилить сваю, и по этому сигнальному концу я только ходил. Мне давали команды, куда идти, что делать и как. Для сдачи норматива у кожный курсант повинен провести под водой не меньше за 20 годин. На первых практичных занятках, сразумело, после теоры, курсанты учатся правильно дыхать и просто рухаться под водой во умовах практически нулевой бачности. Первое время мы переходили в снаряжение ОВС, сначала через озеро, и там, где-то к центру озера было ило много. И там замучиваешься, кажется, что воздуха не хватает. Литерально праздникальки тыдня у молодые люди пройдут испыты названия самостоинного водолаза. И только после этого я не отправился протягивать службу у свои воинские части. Катерина Балукова, Виталий Алексеенко, Новины, Регион.